Шевроле Спарк третьего поколения появился в 2009 году. Его предка в лице Део Матис в своё время не пинал только ленивый, причём за всё подряд. Досталось и Спарку. У маленького Шевроле очень тонкий металл кузова, который легко мнётся. Но сопротивление коррозии тут на хорошем уровне, хотя сколы на теле хэтчбэка появляются до обидного быстро. С завода Спарк комплектуется резиной очень редкой размерности. Найти её в продаже довольно проблематично. Из опыта владельцы с ником Fouf из Чайковского стали искать зимнюю резину. Оказалось, что это проблема. Размер 155 на 80 R13. В большинстве магазинов сказали, что такой резины не бывает. В итоге кое-как нашёл в Екатеринбурге Хакапелиту-семёрку. Странно ожидать от городской микролитражки высокого клиренса. Вот и у Спарка он составляет всего лишь 135 мм. Плохо то, что он сочетается с длинным передним свесом. Вот это уже проблема. Владельцам приходится быть очень аккуратными при парковке, поскольку можно повредить передний бампер-абордюр. «Клиренс явно не для наших дорог. Бампер царапается только так», подтверждает Семён из Артёма. Передние сидения у Спарка достаточно удобны по форме. Жаль, что отделаны очень скользкой тканью. Полноценной регулировки по высоте нет. Можно только настроить угол наклона подушки. У Спарка есть сложности с обзорностью. У него очень широкие стойки спереди, за которые приходится иной раз заглядывать. Задние стойки тоже великоваты. Делится впечатлениями Ирина из Ростова-на-Дону. Несмотря на то, что штатная магнитола Спарка имеет и разъём AUX, и связь через Bluetooth, есть у неё существенный недостаток. В базовой комплектации ей положены всего два динамика в передних дверях. Качество звука у них прямо скажем так себе. Шумоизоляция у Спарка, похоже, отсутствует полностью. В салоне слышно всё. Можно открыть окно и не заметить разницы. Если сделать хотя бы шумоизоляцию арок, то в салоне уже становится ощутимо комфортнее. Относительно шумоизоляции, то нет смысла описывать то, чего нет, пишет в своём отзыве Николай из Твери. Открыть багажник Спарка можно ключом, либо рычажком в салоне, который находится возле водительского кресла. Ручки снаружи не предусмотрены. Багажник, в отличие от салона, у Спарка действительно маленький. Его минимальный объём составляет всего лишь 170 литров. Нормальный грузовой отсек объёмом в 565 литров и с ровным полом можно получить только сложив заднее сидение. Только так в Спарк можно уложить большую детскую коляску. Иначе в багажник она не влезает. Поэтому часто причиной продажи Спарка становится именно появление в семье детей. После этого в машину помещается либо семья, либо коляска. Но не все вместе. Как бы ни был хорош Спарк по части управляемости, а обгонять на нём сложно. Моторчик у него слабоват. Особенно тяжело приходится, если в салоне сидят четыре человека и включён кондиционер. В этом случае хэтчбэк превращается в еле ползущий автомобиль. Из отзыва Александра из Москвы. На трассе Спарк ведёт себя неплохо. Но маловато мощности. Обгон тот ещё квест. В ходовой части Спарк задействованы стойки Макферсон спереди и скручивающаяся балка сзади. Звучит надёжно, но на деле это не совсем так. Если в передней подвеске чаще всего меняются лишь стойки стабилизатора, то у задней оси слабых мест больше. К ним относятся амортизаторы и сайлентблоки балки. В среднем их хватает на 50 тысяч километров. Совсем скромные малолитражки в России особым спросом никогда не пользовались. И всё же Шевроле Спарк своих покупателей как-то находил. Чем же он так привлекателен? Спарк третьего поколения, маскирующийся под трёхдверку, такой стильный, что даже был приглашён на роль в одной из серии блокбастера «Трансформеров». Из-за огромных фар во всё крыло, крупной фирменной фальш-радиаторной решётки и стремительного кленовидного профиля, маленькая машинка словно старается выглядеть взрослее и серьёзнее, чем есть на самом деле. Права Светлана из Ярославля. Несмотря на раздутые бока с подштамповками, дерзкий маленький спойлер и модные замаскированные ручки задних дверей, Спарк неизменно вызывает у окружающих улыбку. Салон Спарка тоже получил необычный дизайн. Больше всего запоминается необычный мотоциклетный приборный щиток, примастившийся на регулируемой по высоте рулевой колонке. Бесспорно эффектное решение, в том числе благодаря фирменной голубой подсветке. Удачно вписанные в центральную консоль аудиосистемы и блок управления климатом для пущей эффектности обрамлены глянцевой накладкой с мелким рисунком, который чем-то напоминает карбон. Интересно смотрится торпеда, как игрушечная. Необычно и прикольно, пишет в своём отзыве Алексей из Краснодара. Конечно же, интерьер недорогого компактного хэтчбека отделан исключительно жёстким пластиком. И пусть он очень легко царапается, зато собрано всё на совесть. Посторонних звуков в салоне Спарка практически не бывает. Спарк может похвастать небывалым количеством ниш и карманов в салоне. Кармашек-сеточка есть даже на боковине пассажирского кресла. Естественно, есть ёмкости в дверях, а также пять подстаканников. Спарк отлично приспособлен к суровым зимним условиям эксплуатации. Хэтчбек без проблем заводится в любой мороз. Конечно, при условии заряженного аккумулятора. Очень хорошо работает печка, салон быстро прогревается. Да и к кондиционеру, который здесь есть даже в базовой комплектации, претензий тоже нет. Из двух возможных вариантов коробок передач для Спарка лучше всего выбрать четырёхступенчатый автомат. Эта коробка производства Джатко весьма надёжна. Первые неисправности начинаются лишь после 150 тысяч километров пробега. А вот пятиступенчатая механика может начать гудеть и заедать при переключениях даже на относительно небольших пробегах. Никто не ждёт от Спарка вместимости Газели, но многие удивлены тем, что субъективно внутри он намного больше, чем кажется снаружи. Это касается и второго ряда сидений. Да, по ширине салон узковат. Третьему пассажиру сзади не место. А вот за продольную вместимость Спарку смело можно поставить твёрдую четвёрку. На заднем сидении свободно усядутся два среднестатистических пассажира ростом под 180 сантиметров и весом около 90 килограмм. Недаром в Узбекистане, где Спарк долгое время производили на местном заводе, хэтчбэк был и остаётся хитом в такси, если вас, конечно, устраивает базовый тариф. Жаль, что подушка у заднего сидения низковата. Дальняя дорога из-за этого будет утомительной. Спарк для нашего рынка был доступен с двумя атмосферными бензиновыми моторами. Базовый двигатель имеет рабочий объём 1 литр и развивает 68 лошадиных сил. Его важная конструктивная особенность в том, что он не имеет гидрокомпенсаторов. Основные проблемы тут связаны с навесным оборудованием и течами масла. Ресурс мотора на практике составляет около 250 тысяч километров. Аналогичный ресурс демонстрирует и схожий по конструкции двигатель рабочим объёмом в 1,2 литра. Ему тоже досталось не самое качественное навесное оборудование. Например, нередко встречаются течи помпы или отказы стартера. В остальном это надёжный двигатель, и самой серьёзной проблемой тут является перескок цепи ГРМ из-за её растяжения, либо из-за износа гидронатяжителя. Из опыта Виктора из Уфы. Уже почти 300 тысяч километров проехал без капремонта двигателя. Спарк практически всегда радует владельца своей экономичностью. Независимо от двигателя смешанный расход топлива составляет около 5 литров на 100 километров. При этом хвалит экономичность Спарка даже обладатели машин с далеко не самым прогрессивным четырёхступенчатым автоматом. Из опыта Екатерины из Томска. Ехала по трассе 200 километров туда и 200 обратно. Так не израсходовало даже полный бак. Ещё осталось по городу поездить. На ходу Спарк приятно удивляет хорошей управляемостью и неплохим комфортом. Хэтчбэк не особенно кренится в поворотах, и в то же время подвеска проглатывает мелкие и средние неровности мягко, без зубодробительной тряски. На фоне посредственной динамики, на удивление, цепкими оказались тормоза. Они у Спарка передние дисковые вентилируемые и задние барабанные. Благодаря им лёгкий хэтчбэк резко замедляется с любой скорости. Очень цепкие и понятные тормоза, подтверждает Сергей из Астрахани. Главные плюсы автомобиля Chevrolet Spark. Яркий экстерьер и интерьер. Просторный салон. Неплохо настроенная подвеска. Надёжные и экономичные двигатели. Основные минусы. Низкий клиренс. Плохая шумоизоляция. Скромный по размеру багажник. Невысокая мощность. В итоге можно сказать, что Chevrolet Spark – талантливый компактный хэтчбэк. У него необычная запоминающаяся внешность. Оригинально выглядит и салон, и самое главное, здесь достаточно места, чтобы вместить четверых взрослых. Правда, из-за этого сильно усох в размере багажник. Пусть Spark не радует динамикой и клиренсом, зато он экономичен, неплохо управляется, а любой из доступных моторов хорош в плане надёжности. Потому оценка, набранная Chevrolet Spark в читательском рейтинге Дрома, составляет 8,6 балла. Благодарим за помощь в съёмках дилерский центр Major Expert Шереметьево. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие ещё машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дром. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч!